Я Заруи Бабаян. Я певица. Я помогаю беженцам и тем людям, кто был вынужден покинуть родные края и переехать в Армению. Семья Элы Нахоян жила на Украине, в Луганской области. Они до последнего надеялись, что вооруженный конфликт продлится недолго, и они заживут прежней жизнью. Но когда война пришла в их поселок, мирную жизнь пришлось искать в другой далекой стране. 2 июня с самолета скидывали снаряды. Но все-таки решились встать с насилия на место и уехать, потому что дети. Мы бы просто не высадили в подвал или с маленькими детьми, тем более у Евы порог сердца. Несмотря на трудности, Элла полна надежд на будущее, полна решимости преодолеть все препятствия на пути к лучшей жизни. Она берет заказы на шитье, собирается открыть свой косметологический кабинет и набрать постоянных посетителей. Последнюю мою профессию, приобретенную, я очень люблю. Это то, чем я хочу заниматься. У меня очень хорошая энергетика. Мои клиенты очень любят ко мне ходить, они получают очень хорошую разрядку. По статистике, во время военных конфликтов возрастает количество продаж губной помады. Даже во время войны, хоть губную помаду, но женщина себе все равно покупает. Она изучает армянский язык. В этом ей помогает муж. Дети после переезда с пониманием относятся к временным неудобствам. Учатся на отлично и делят с малой заботой по дому. Не пугает и то, что на гитаре не хватает струны. Несмотря на то, что в новом месте их приняли тепло и радушно, и они получают помощь и поддержку, Элла с семьей все-таки не теряет надежды возвращения к прежней жизни на Луганщине. Я хочу вернуться в свой дом, там, где у меня все есть. Я надеюсь, что это все закончится, все эти противостояния. Очень большая надежда на то, что я все-таки туда вернусь, и все мои клиенты тоже вернутся. Я думаю, человек должен быть счастлив, неважно в какой стране. Я вам этого желаю от души. Женщины и дети Украины мужественно борются за свое будущее. Мы можем внести свой вклад в то, чтобы их жизнь изменилась к лучшему. Посетите refugeday.org